Из Коми на защиту Отечества в годы войны ушли 178 тысяч человек. Погибли в сражениях, скончались от ран или пропали без вести более 50 тысяч солдат и офицеров. Все силы и люди отдавали победе. Главных героев праздника с каждым годом всё меньше. В Коми осталось всего 27 фронтовиков. Многие из них ещё в строю. С праздником! С праздником! Спасибо, спасибо! С днём великой победы вас! Клавдия Васильевна Ульянова – труженица тыла. В июне ей исполнится 95 лет. 9 мая её навестил глава Коми Владимир Уйба. В Сыктавидинском районе осталось всего два участника тех страшных сражений. В Ильгарте живёт Иван Васильевич Ладанов. Весть о начале войны застала его во время учёбы на втором курсе кооперативного техникума. В Архангельске и Северодвинске солдат получил знания сапёрного дела и был направлен на Волховский фронт. После были бои за Сталинград, Мелитополь, Севаш, освобождение Севастополя. А ещё Польша, Восточная Пруссия и Литва. День победы солдат встретил в Латвии. 9 мая Владимир Уйба вручил ветерану юбилейную медаль за освобождение Крыма. Спасибо вам, Владимир Петрович. Спасибо большое. Навестили в этот день и 97-летнего ветерана Василия Петровича Попова. К нему в гости пришли сотрудники УФСИН и исполнили его небольшое пожелание. Установили удобную скамейку у подъезда. А представители совета ветерана вручили радиоприёмник и наушники. Несмотря на возраст, Василий Петрович, воспользовавшись моментом, удивил всех присутствующих, пригласив на танец одну из сотрудниц управления. Очень летний в городах, я вот, скажем, на воде, вот, и сюда, где дурный сосок. А в администрации главы прошёл праздничный приём ветеранов. Приветствовал победителей той войны, действующей военной. Участник специальной военной операции и герой России Сыктывкара Станислав Кочев. Силу духа русского народа, его веру сломить невозможно ничем. У нас один дом, одна отчизна, одна земля. И мы гордо называем себя русскими. И я однозначно убеждён, победа будет за нами. Дорогие ветераны, низкий вам поклон. Спасибо вам с праздником. Ждём великие победы. В столице Коми в этот день работало много площадок. Концерты, полевая кухня и спортивные соревнования. Масштабным флэшмобом поздравила сыктывкарцев молодёжь. В 15 часов в самом центре сыктывкара на здании дома быта было развернуто огромное полотно знамени победы. Перед ним на площади также силами молодёжи региона были развернуты огромные флаги России и республики Коми. Во время флэшмоба ребята провели акцию «Случайный вальс». В этом году традиционного шествия бессмертного полка не было, но акция приобрела всё больше новых форматов. Вот так, к примеру, она прошла в Удорском районе. Песню от героев былых времён из кинофильма «Офицеры» с портретами своих прадедов исполнили школьники Усагорской школы. А это уже в Укты. Здесь тоже развернулись празднования. Местом притяжения, как всегда, стала площадка солдатской каши, которую готовили на дровах в прицепной полевой кухне. Сегодня мы раздали 300 литров солдатской каши, 100 литров чая. Всех поздравляем с Днём Победы! А ещё в городе прошёл автопробег. Почётный круг по Уктылу сделали 64 автомобиля, украшенные триколорами и праздничными плакатами. Спасибо нашим дедам за победу. Если бы не было наших дедов, не было бы нас. Спасибо им и низкий поклон. 9 мая жители Ускулома открыли традиционным памятным митингом возле монумента погибшим воинам. Сотни сельчан пришли с портретами своих родственников и с гвоздиками в руках. И как один исполнили, пожалуй, главную песню Победы. 9 мая 1945 года этот день вошёл в мировую историю как символ мужества и героизма, доблестного подвига советского народа. В годы войны республика стала лесосырьевой и топливно-энергетической базой страны. Она снабжала 40 крупных предприятий лесом, углём и нефтью, обеспечивала работу оборонных заводов, железных дорог и шахт. Работа в тылу, как и в других регионах, легла на плечи стариков, женщин и детей. Нет ни одной семьи, которой бы война не коснулась. А потому День Победы, пожалуй, главный праздник в жизни каждого. Дарья Волокжанина, Телеканал Юрген.